Интерактивный центр живой истории, в котором подростки и молодёжь смогут изучить быт средневековой России и Нижегородского региона, фестиваль историй и культуры русского и мордовского народов, а также привлечение подростков в волонтёрскую деятельность по изготовлению маскировочных сетей для СВО. Реализация этих и многих других проектов в нашем городе стала возможной благодаря грантам Росмолодёжи. В том году у нас ребята из молодёжного центра выигрывали гранты, в этом году в первом сезоне Росмолодёжь-гранты у нас ребята из центра внешкольной работы получили поддержку. Ещё у нас были молодые учёные, которые тоже со своей инициативой из ВНИЭФ тоже получили поддержку. То есть буквально с того года очень сильно активно у нас город начинает вникать, внедряться в эту суть именно получения грантов от Росмолодёжи. Сервис «Росмолодёжь-гранты» запустил конкурс микрогрантов, в котором молодые люди от 14 до 35 лет могут получить до 100 тысяч рублей на свою инициативу в 18 номинациях. Рекомендованный срок реализации проектов – октябрь 2023 года, сентябрь 2024 года. Бонус – упрощённая система отчётной документации. Обязательные условия участия – социальная инициатива. Должен быть какой-то эффект положительного влияния на других окружающих людей, окружающую среду. Возможно, это экологический проект. Поэтому, если он как-то положительно сказывается вовне, то обязательно нужно подавать проект на Грантс Росмол. Также важно не забывать использовать методические рекомендации для физических лиц при заполнении проектной заявки. Это повысит ваши шансы на победу. Найти их можно в разделе «База знаний» в АфгАИС. Заявки принимают до 3 августа. Включительно все интересующие вопросы можно задать по телефону 8 800 333 77 37.